Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы продолжить нашу дискуссию с участием наших зарубежных коллег, которые касаются вопроса открытого доступа родственников в отделение интенсивной терапии. И в этой части нашей дискуссии я хотел бы предоставить вашему вниманию мнение еще одного нашего иностранного коллеги, доктора-анестезиолога из Соединенных Штатов Америки Игоря Жукова. Как вы помните, вот эта тема была продиктована рассмотрением закона о свободном посещении родственников в реанимации и реакцией нашей прессы на некоторые ситуации, которые возникают с родственниками тех пациентов, которые лечатся в реанимации. Нашему коллеге из Америки я задал вот такой список вопросов для обсуждения, которые включали в себя. Целесообразно ли открытое посещение? Что думают по этому поводу наши американские коллеги? Есть ли по этому поводу какие-то юридические документы, которые регламентируют это посещение? Что делать со скандальными родственниками или с ситуациями, которые возникают при посещении родственников в реанимации и требуют определенного нестандартного решения? Как наши американские коллеги-врачи общаются с прессой? Как поступать с родственниками пациентов, когда идет реанимация? И обязательно ли штатный психолог в общении с родственниками? Проходят ли наши американские коллеги определенные курсы? Вот на все эти вопросы сейчас нам ответит Игорь Жуков, врач-анестезиолог из Соединенных Штатов Америки. Прошу вас, Игорь. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Жуков. Я сердечный анестезиолог. Я работал в университете Эмори в Атланте, также в университете Вискансина в городе Мэдисон. Мои коллеги из Украины попросили меня поделиться моим мнением о посещении пациентов интенсивной терапии их родственниками. На этот счет у меня есть мое профессиональное мнение, которое является лично моим и не отражает никакие правила, установленные нашими государственными учреждениями. Правил как таковых нет. Также у меня есть свое личное мнение по этому поводу с точки зрения пациента. Так как я имел сомнительное удовольствие провести почти две недели в интенсивной терапии как пациент. И это было весьма неприятное, пугающее и одинокое существование. Что же, начнем с первого вопроса. И я буду их отвечать в порядке поступления. Надеюсь, что вам это будет интересно. Ну что же, начнем с первого вопроса. Целесообразно ли открытое посещение реанимационного отделения родственниками в режиме 24-7? И что по этому поводу думают ваши коллеги, какое ваше мнение? Сразу скажу, что унифицированного отдельного подхода ко всем отделениям у нас нет. Нет ни гайдлайнов, ни правил, которые говорят, что нужно сделать это и не что иное. Потому что каждое отделение имеет свои нюансы. Такие как расположение комнат больных. И являются ли это комнаты изолированные или смежные. Также человеческие факторы. Как много медицинского персонала находится в отделении в определенное время суток. И это все учитывается при разработке правил посещения больными. В большинстве отделений, в которых я находился, обычно родственникам разрешается посещать больного в дневное время суток. И допускается один или два человека за раз, чтобы поддерживать компанию больному. Также в исключительных случаях родственникам разрешается находиться у постели больного вне часы посещения. Делается это либо из-за того, что пациент находится в критическом состоянии и родственники хотят находиться рядом, если вдруг состояние пациента ухудшается. Также разрешается посещение больных в педиатрических отделениях. Там посещение родственниками, наверное, еще более важно, чтобы поддерживать хоть какую-то частицу порядка и помогать маленьким пациентам находить какой-то покой в очень непривычном для них состоянии, в непривычном для них госпитале. По поводу целесообразности посещения, я думаю, что большинство докторов Америки согласится, что посещение больных – это положительное вмешательство в медицинскую заботу по некоторым причинам. Мы все знаем, что медицинские ошибки случаются, к сожалению, с довольно большой регулярностью, так как нам бы хотелось считать, что мы сверхлюди, что мы ошибок несовершаемы, что мы заботимся лучше, чем кто бы то ни было, но, к сожалению, это неправда. И очень часто родственники больного могут помочь нам избежать ошибок, которые обычно пациент не в состоянии сделать из-за своего состояния заболевания либо из-за остаточного эффекта седативов, такие проблемы, как, например, аллергия к препаратам, которые прописали пациенту, или предотвращение введения препарата, который был прописан пациенту в другой комнате. Эти ошибки случаются, как я сказал, довольно часто, и это весьма предотвратимое осложнение, которое родственники могут делать довольно неплохо. Также родственники помогают в обычной рутинной заботе о пациентах, и я тоже не могу сказать достаточно о пользе этого на самочувствие пациента. Такие вещи, как, не знаю, утренняя и вечерняя гигиена, на которую иногда у медсёстр не хватает времени из-за того, что все заняты, больные в тяжёлом состоянии, в интенсивной терапии. А самочувствие пациента, я вам скажу, как бывший пациент, от этого улучшается на порядке. Ну и также стоит поговорить о пациентах с преклонным возрастом и слишком маленьких пациентах, о которых я уже немножко говорил. Для них введение какой-то рутины, к которой они привыкли из дома, предотвращает когнитивные изменения, как перемена цикла сна и делирий, которые в принципе выливаются в физиологические манифестации, если их оставить без внимания. Я не психолог и абсолютно даже не воображаю себя профессионалом в этой теме, но очень много мнений на этот счёт было опубликовано и в принципе неоспоримо, что вот эти психологические изменения в интенсивной терапии ухудшают качество медицинской работы, качество медицинских результатов наших пациентов. Вопрос, есть ли по этому поводу юридические документы и что они регламентируют? Как я сказал выше, единого подхода к правилам посещения больных у нас нету и в принципе разработать, наверное, невозможно, из-за того, что каждое отделение имеет свои нюансы. И эти нюансы меняются из-за дня в день, к сожалению, из-за факторов, которые мы контролировать не можем. К примеру, в последние полтора года из-за пандемии ковида у нас урезали время посещения больных из-за во избежание распространения инфекции. Сейчас эти все правила были опять-таки отменены и посещение больных вернулось на свое обычное русло. Но, тем не менее, такие нюансы случаются с довольно регулярностью и с этим ничего не поделать. Я должен сказать, что из всех отделений интенсивной терапии, в которых я был, я не находил ни одного, в котором посещение больных было запрещено полностью, за исключением закрытых отделений тюремного типа, по естественным причинам. Поэтому отделения, в которых посещение разрешено хотя бы в дневное время суток, это, скорее всего, нормальное явление, а не исключение из правил. Юридически, в принципе, это вопрос, наверное, который лучше бы ответил адвокат, а не доктор. Поэтому я даже не могу ответить, что случается, если родственники больного хотят посетить его или ее, а отделение это запрещает. Честно, я не встречался с такими случаями. Встречался со случаями обратными, когда больной, например, не желает посещения определенным родственникам из семьи из-за своих личных каких-то неприязней. В этом случае это все довольно просто. Просто этого родственника не допускают. Security знает, кого можно пускать, кого нельзя, и этот вопрос решается довольно быстро. Так что, к сожалению, больше информации на этот вопрос я дать не могу. Что делать со скандальными родственниками? Это действительно интересный нюанс. Это отличает хорошего доктора от отличного, так как это, в принципе, этому не учат. Это нужно либо развить в себе самому, либо страдать остаток жизни. Это случается довольно редко. Я знаю, наверное, это одна из причин, которые приводят противники посещения больных, что вдруг родственники начнут делать то, это или каким-то образом вмешиваться негативно в медицинское лечение пациента. Так как в интенсивной терапии разрешается ограниченное количество родственников, один или два, как я сказал, то, в принципе, это играет в нашу пользу, так как очень сложно создать толпу одним или двумя родственниками и в какой-то значимой мере повлиять на ход медицинского лечения. Обычно все эти вопросы являются недоразумением. Кто-то что-то недослышал, кто-то что-то недопонял, кто-то, может быть, какие-то нервы, которые выходят из-за того, что хочется, чтобы все было хорошо, а получается, как обычно, в медицине, к сожалению, это нередкое явление. Обычно все это решается простым разговором с лечащим врачом. У нас есть несколько волшебных вещей, как белый халат, стетоскоп, которые дают нам невиданные волшебные силы, как считают наши пациенты. Но в этом случае они играют роль, может быть, добавляя нам значимости и какой-то солидности, которая позволяет нам успокоить, обнадежить, может быть, просто объяснить, что происходит, что никто ничего не забывает, о вашем родственнике заботятся, все проходит так, как мы планировали, или нет, или объяснить какие-то нюансы, которые пошли, может быть, не так, как мы хотели, но мы опять-таки знаем, что это случилось, мы знаем, что мы делаем, и все идет согласно штатному расписанию. Если это не помогает в очень исключительных случаях, тогда, конечно, во всех госпиталях, в которых я работал, регулярно находятся охранники, security, которые могут вмешаться и вплоть до вызова полиции отдельно, муниципальной полиции, а не охранников, которые наняты госпиталем, полиция уже имеет право наказывать в полной мере закона, то есть вплоть до ареста, за хулиганство, за вандализм, что там уже подходит по статьям. Но, как я сказал, это происходит очень редко. Обычно родственники недовольны из-за того, что им не хватает информации или не хватает какого-то внимания. И это очень просто решить, и даже очень просто, наверное, предотвратить, зная, что если есть родственник, который, может быть, имеет очень короткий запал или очень нервный заряд, где можно эти все проблемы предотвратить очень даже маленькой долей внимания, доставленного в утреннем и вечернем обходе доктором. Как вы общаетесь с прессой? Может ли врач давать интервью по больным? Может ли пресса свободно входить в клинику и снимать там? Очень интересный вопрос, замечательно. И, наверное, иногда действительно это интересно, если попадает какой-то, может быть, больной в исключительных каких-то случаях или это известность какая-то звезда и может быть там какие-то запросы со стороны прессы. У нас на этот счет все вполне регламентировано с точки зрения прессы каждый госпиталь когда вы нанимаетесь на работу обычно дает вам стопку бумаг прочитать внимательно и подписать и одна из них это общение с прессой которая, если дистиллировать это с легального на человеческий язык говорит, что с прессой общаться не стоит просто вам запрещено для этого у нас есть отдельный офис общения с прессой так называемый лезон и они специально этому обучены у них специально на это есть время и люди поэтому если какой-то запрос возникает все, что вы говорите что нет на этот счет у меня я с вами разговаривать не имею права из-за моего контракта пожалуйста вот номер звоните даже просто обычно в оператор госпиталя они вас переведут потом в офис который вам нужно сделайте запрос и с вами с вами свяжется и опять-таки делается для того что мы не подготовлены к общению с прессой мы не знаем того, чего мы не знаем иногда самый невинный ответ на самый простой вопрос может стать камнем преткновения в судебном разбирательстве и это никому не нужно ни госпиталю ни вам лично поэтому так все проще с точки зрения информации о пациентах тут входит федеральный закон называется он сокращенно HIPAA Health Information Portability and Accountability Act и опять-таки если это перевести на человеческий язык вкратце это говорит что информация пациента является собственностью пациента и без оформленной на то нужды никто не имеет права разглашать ее смотреть ни каким образом пользоваться все это весьма просто даже если вы являетесь например доктором в госпитале но у вас нету медицинского контакта с каким-то пациентом вам не разрешается даже входить в учетную карточку пациента как бы вам не было интересно узнать уровень алкоголя в крови поп-звезды которая вчера попала в скорую помощь это это нелегально и так как больше большинство учетных карточек сейчас являются электронами то есть каждая запись каждый вход в эту учетную карточку он регистрируется поэтому очень легко узнать кто и что сделал и обычно наказания довольно жесткие за это несколько раз в несколько лет обычно слышно слышно историю кто-то либо из резидентов либо из может быть не совсем осведомленных докторов сделал такую ошибку зашел в учетную карточку пациента которому которому доступ был запрещен и даже например если это ваш родственник но у вас нету не подписан документ что вы имеете право туда заходить вы не имеете права это делать и наказание которое следует за этим обычно может вести за собой до увольнения и санкции на медицинская лицензия это уже очень серьезно потому что без медицинской лицензии работать в штате вам запрещено и даже если вы переехали в другой штат и вас спрашивают о вашей предыдущей работе то всегда этот красный флаг о том что у вас лицензию забрали это это может сделать следующую работу следующую медицинскую лицензию либо невозможной либо очень тяжелой тяжелой чтобы получить поэтому абсолютно не стоит этим заниматься это все говорят прямо сразу при наемной работу и в принципе это все довольно просто у меня такой такой случай был даже с моей медицинской карточкой когда один из моих соработников посмотрел в какой комнате я нахожусь в госпитале то есть даже они не заходили дальше в учетную карточку ни лабораторные показания ничего и даже это повело за собой довольно серьезное разбирательство поэтому нас предупреждают поэтому жаловаться больше не на кого с точки зрения прессы когда записываются какие-то процедуры например я несколько раз участвовал в каких-то операциях когда происходит что-то необычное знаменательное то ли может быть какая-то значимая операция необычная то обычно всех предупреждают загодя потому что все включая пациента подписывают разрешение на публикацию этой информации может быть даже идентифицированной информацией но все-таки и каждому каждому участнику предлагают принять решение хотите ли вы участвовать в этом или нет и никто заставлять вас из-под палки не будет так что если скажем вам не нравится работать при камерах это каким-то образом влияет на на ваше душевное равновесие или вы не считаете что это самый безопасный подход то всегда можно сказать нет и вас заменят и никто не будет вас укорять за это обычно эти процедуры довольно интересны поэтому я никогда не считал что это было каким-то образом негативное влияние даже наоборот было интересно необычно участвовать в чем-то что до сих пор не было сделано может какой-то юбилейной процедуре что-то в этом роде так что в принципе подход к прессе у нас очень несложный чтобы пресса свободно зашла и начала снимать без разрешения обычно если такое случается то это все очень быстро пресекается той же секьюрити которых просят убраться из отделения и опять-таки требовать разрешения через соответствующие каналы как поступать с больными когда идет реанимация ну на этот счет можно например посмотреть кучу голливудских фильмов где обычно родственников пациентов выводят из комнаты когда начинается реанимационное вмешательство и обычно это делается во-первых потому что в комнате становится очень тесно и лишние больные лишние пациенты они там в принципе не не помогают вовсе в общем это делается для того чтобы предотвратить излишний стресс для родственников потому что то что мы делаем иногда выглядит довольно жестоко для людей которые не понимают от всего всего что происходит во время реанимации во время закрытого открытого массажа сердца или что мы делаем срочных каннуляций крупных сосудов все что угодно все что происходит в реанимации в исключительных случаях когда семья требует например продолжение реанимационного вмешательства скажем уже реанимация проходит длительное время 30-40-50 минут такие случаи были были у нас в моей в моей практике иногда родственников пациентов приводят назад чтобы они поняли насколько безысходно это состояние и может быть согласились что да моему родному дедушке бабушке маме папе кому-то наверное не стоит через все это идти может быть стоит прекратить и позволить им позволить им умереть опять-таки это иногда делается по психологическим понятиям чтобы они тоже скажем так пришли к тому же мнению к которому пришли их лечащие врачи но в основном реанимационное вмешательство проводится без семьи находящейся в одной и той же комнате опять-таки это это решение регламентируется каждым каждым госпиталем в отдельности но я никогда не не находил госпиталь в котором реанимационное вмешательство в обязательном порядке требовало посещения там родственников скорее даже наоборот родственников просят выйти последний вопрос обязателен ли штатный психолог в обращении с родственниками готовят ли ваших врачей к общению с родственниками такими как курсы и тренинги замечательный вопрос вкратце ответить нет не обязательно но к счастью у нас есть отдельная специализация докторов которая называется palliative care это забота о окончании жизни туда идут обычно доктора либо интернисты либо семейные доктора что-то что связано с первичной заботой о пациентах но они проходят отдельный тренинг на на заботу о окончании жизни это отдельная специализация опять-таки очень много на этот счет есть мисконцепций они абсолютно не те доктора которые доктор киворкин ходят вводят калий и позволяют пациентам перенестись лучше в лучший мир отнюдь нет они заботятся именно о пациенте целиком в то время когда скажем надо уже решать большую картину о их медицинском лечении не только скажем заботиться о правой почке или левом желудочке сердце они эти доктора имеют также штат социальных работников психологов которые они могут подключать в нужное время для того чтобы заботиться о пациенте и их семьи и в принципе консультация к этому сервису это довольно частое явление так как это позволяет во первых назначить цель лечения может быть обусловить правила игры что мы что мы добиваемся ну и подготовить семью если вдруг лечение не проходит так как нам бы хотелось эти эти вмешательства психологов социальных работников они они позволяют сразу может быть переключиться на перемену медицинского медицинского лечения в русло окончания жизни очень многие считают что если вы сделали консультацию в palliative care в этот сервис то вы приговорили пациента к смерти это абсолютно не так palliative care они могут участвовать в заботе пациента многие годы очень часто бывает такое что пациента подключают этот сервис к заботе о пациенту и потом еще несколько лет пациент все еще живет и находится в довольно стабильном состоянии но скажем так все понимают что делается и для чего поэтому это сервис очень положительный это не тренинг который получают все в обязательном порядке и некоторые люди некоторые доктора я работал в интенсивной терапии с некоторыми докторами которые гораздо лучше подкованы в общении с пациентом с родственниками именно с точки зрения окончания жизни чем скажем другие доктора можно процитировать одного из авторов Жанна Феля который сказал чего Бог не дал в аптеке не купишь так и здесь есть люди которые как-то более умеют находить этот общий язык с семьей с пациентом и действительно выудить из них что вы хотите добыть из этого медицинского лечения тренинги есть они не обязательны но в принципе медицинское образование меняется я знаю что оно поменялось с тех пор как я прошел медицинскую школу это было с 2004 по 2008 год я знаю что медицинское образование поменялось немножко более человечный такой подход сейчас развивается и внедряется в программы обучения в медицинских школах в Соединенных Штатах и я не считаю что это абсолютно бесполезное вмешательство мы иногда слишком сильно фокусируемся на медицине на томограммах на лабораторных показаниях и очень мало фокусируемся на самих пациентов поэтому если есть возможность каким-то образом в себе это развить я думаю что этим стоит заниматься мне было бы интересно узнать что происходит в Украине по этому поводу как готовитесь вы к таким нюансированным вопросам по подходу к пациентам уважаемый отношение к этому всему. Но в режиме посещения играет роль, лежит ли пациент в палате на одного человека или он находится в интенсиве с большим количеством пациентов, плюс укомплектованность медперсонала. Вот с моей точки зрения одни из ключевых моментов, которые регламентируют посещение родственниками отделения реанимации. Более лояльная политика в клиниках Америки у терминальных пациентов и в отделениях интенсивной терапии. При этом родственникам разрешается уход за пациентом. При разработке режима посещения все-таки даже в Соединенных Штатах Америки учитываются нюансы отделения. Ну, естественно, в условиях нынешней пандемии там действуют карантинные правила. Более того, в обязательном порядке учитывается желание пациента, хочет ли он этого посещения или нет, и кого он хочет видеть. При этом ограниченное количество родственников могут посещать отделение интенсивной терапии. Это один или два человека. А вот беседа врача с родственниками – это залог отсутствия конфликта. В отношении общения с прессой в Соединенных Штатах Америки врач вообще не общается с представителями прессы. При этом подписывает об этом документ. И с прессой общается только пресс-центр клиники. Это все сделано для того, чтобы сохранить полную конфиденциальность пациента. По поводу реанимационных мероприятий, как вы слышали, как сказал наш коллега, преимущественно реанимационные мероприятия проводятся без присутствия родственников. Ну и в конце, чтобы резюмировать вот нашу эту дискуссию, я хотел бы привести высказывание Наполеона I. Легче составлять законы, чем исполнять их. Но однако, уважаемые коллеги, закон есть закон. Но в некоторых случаях, с моей точки зрения и с точки зрения моих коллег, мнения которых вы услышите в следующей нашей части, все-таки некоторые вещи нуждаются в уточнении и регламентации. Спасибо за внимание. С вами был ликорский осветный портал и я Лоскутов Олег Анатольевич. Дякую за увагу.